Трёхэтажные здания возвели за два года. Пока что на строительной площадке работают 120 человек. Монолитные работы закончены. Внутри на фасаде здания в темпе идёт отделка. Наружные инженерные сети полностью проведены. Подрядчик немного отстаёт от графика из-за пандемии коронавируса, но обещает нарастить темпы. К концу этой недели на объекте будут трудиться 150 рабочих. Остаётся незавершённая только одна часть здания, в которой предусмотрены спортивные залы. Там нет окон и крыши. Отделка помещения начнётся позже остальных этажей. В связи с недоработкой проектной документации было пересмотрено проектное решение по устройству покрытия данного помещения. На данный момент проходим экспертизу. По получению положительного заключения экспертизы будут возобновлены работы. Будет всё закончено в одно время и в срок. Вопрос покрытия спортивных залов – не единственная причина изменения проекта. Директор Департамента капитального строительства правительства Севастополя Иларион Гапецонов планирует внести дополнительные коррективы. Хотим установить более качественные игровые площадки, малые архитектурные формы. Сейчас подкорректируем чуть в проекте, чтобы это уже был вид современной школы, ну и соответственно, чтобы и качество не страдало. В принципе, рисков особых не видим. Будем, конечно, подгонять, но планируем сдать в назначенный срок. Технически это возможно. Вопрос только в усилении количества сотрудников, которые производят данные работы. Ну и, в принципе, особый контроль производителю работы. По контракту срок окончания строительства – декабрь 2020 года. Сейчас рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории школы. Уже намечены дорожки, залит фундамент под уличные спортивные площадки, где дети смогут играть в футбол и баскетбол. На стадионе будет искусственное покрытие с резиновой крошкой. А в игровой зоне установят тренажёры. Новый корпус станет третьим в образовательном центре Бухта Казачья. Как рассказала директор учреждения Татьяна Донцова, работающие два здания рассчитаны на одну тысячу учеников. Но сейчас в них обучаются больше 1770 детей. Поэтому третий корпус необходим. В то же время учителей в центре достаточно. Я думаю, на ближайшие пять лет нам этого будет достаточно. Мы довольно-таки хорошо изучили микрорайон, жителей и контингент. Дополнительно мы не планируем увеличивать штат. Но если некое количество педагогических работников, административный персонал нет, однозначно будем нуждаться в персонале, который будет обслуживать это здание. Это уборщики служебных помещений, это дворники, рабочие. Вот в этом плане. Сейчас школа готова на 60%. Её строительство обойдётся в 658,5 миллионов рублей. Рядом со школой возводится новый детский сад. Завершение его строительства ждут родители почти 500 ребят. Но дошкольные учреждения сдадут на год позже запланированного срока. Из-за того, что подрядчик оказался недобросовестным и за 9 месяцев лишь подготовил участок к работам. Сейчас в Севастополе строятся ещё две школы. Общеобразовательная в районе улицы Шевченко и начальная на проспекте Октябрьской революции.